Всем привет, с вами Андрей Сонар. Этот ролик я пишу по многочисленным просьбам и в нем я расскажу о логике размещения фурнитуры на лодках, байдарках, покрафтах. Это фишкаяк Everlight, мой тестовый экземпляр, и на нем вся фурнитура стоит весьма и весьма оптимальна. Давайте сейчас пройдемся по ней. Ну, начнем с самого главного. На чем сидеть? Сидеть мы будем на сидушке типа Comfort Light, которая позаимствована с покрафтов Big Fish Pack или Чихонь, и она очень хорошо подошла для этой лодки. Устанавливается она на люверсные полосы. Существует два основных современных метода крепления сидушек на легкие лодки. Это система с люверсными полосами и весьма известная система Lektros Leak Pass, которая ставится на более тяжелые лодки. Преимущество фиксации с помощью люверсных полос в том, что можно мягкую сидушку прикрепить к мягкой лодке. А система Lektros Leak Pass подразумевает обычно крепление жесткой сидушки, то есть фанерной банки, к мягкому корпусу лодки. Как исключение, пожалуй, это только установка фиштрона с помощью наших специальных лекпазов на стандартные электросы. Но все равно такая система получается более тяжелая и менее всего подходит для самых легких лодок, например, для покрафтов. В этом плане люверсная полоса, конечно, имеет колоссальные преимущества. Недостатком люверсных полос является более усложненный монтаж. То есть нужно вот так вот продевать через люверсы, привязывать вместо того, чтобы просто надвинуть лекпаз на электрос. Но, однако, в отличие от лекпаза и электроса, можно это привязать один раз и больше уже не снимать, пока лодка эксплуатируется. Идеальное расположение сидушки в одноместной лодке такое, чтобы центр лодки проходил примерно в 10 сантиметрах от вашего живота, когда вы сидите. Вот смотрим. Примерно 10 сантиметров. И вот она, центральная полоса, центральный шов. Как раз проходит там, где надо. То есть сидушка у меня здесь установлена идеально. Давайте теперь посмотрим, как она стоит со стороны. Вот так она от центральной линии смещена немного назад. Есть еще возможность чуть-чуть сдвинуть назад. Также по необходимости двигать вперед. Но в данном случае эта установка к корме от центрального шва для этой лодки идеальна. Очень важная деталь – это спинка. Для рыболовных лодок и покрафтов такого типа спинки претерпевали несколько изменений. И в данном случае найдено самое удобное для рыболова решение. Это достаточно простая и свободно крепящаяся подушка. Раньше мы ее крепили на 4 точки. Но, как оказалось, это совершенно не требуется. Достаточно крепления только на 2 точки. Двумя оттяжками. Полная свобода. И этого достаточно. Регулируя оттяжки, можно двигать спинку вперед-назад. А когда мы садимся, спинка чуть-чуть приобретает дугообразную форму. Охватывает очень удобно спину. Сидеть очень удобно. Подпирает поясницу. Все, она в натяге. Никуда не девается. А вот эти части используются как подлокотники. Это реально очень удобно, когда просто хочется отдохнуть. Намахались веслом, намахались спиннингом. Сидите, отдыхайте. Особенность рыболовных каяков и покрафтов в том, что сидеть удобно высоко. Когда вы сидите высоко, а ноги внизу, то это анатомически самый удобный вариант. В маленьких покрафтах с низкой посадкой это немного менее удобно. Поэтому вершиной эволюционной в рыболовных покрафтах является вот такая посадка. Она сделана в покрафтах Big Fish Pack, Чихонь и вот в фишкояке Evo Light, который по идее относится к классу покрафтов. Расположение колец от тяжек лучше всего ставить по верхней касательной. Верхняя касательная это вот эта линия, которая проходит по верху баллона. Следующие важные детали это спиннингодержатели. Их на фишкояке Evo 4 штуки. Передние спиннингодержатели установлены с очень небольшим раствором, а задние имеют достаточно широкий угол раствора, почти 45 градусов. Почему это так? Когда мы сидим в лодке и гребем, у нас весло выносится вперед. И поэтому если бы вот эти спиннингодержатели были растворены на 45 градусов, то установленное в них удилище постоянно бы контактировало с веслом. И что-нибудь из этого точно бы сломалось. Расстояние от переднего спиннингодержателя до примерно места, где сидит рыболов, должно быть такое, чтобы они не мешали ногам, в то же время позволяли легко брать спиннинг. Конечно, для того, чтобы взять спиннинг, придется немножечко наклониться, но это нормально. Здесь идеальное расположение спиннингодержателей. Задние спиннингодержатели из-за особенностей гребли поставлены так, что они находятся прямо за спиной гребца. Но при гребле не происходит вылета весла назад, поэтому задние спиннингодержатели можно ставить с достаточно большим раствором, тем самым давая возможность ловить на дорожку с двумя спиннингами. Раствор нужен для того, чтобы максимально разнести в стороны приманки. Передние спиннингодержатели чаще всего транспортные, мы ставим сюда спиннинг, чтобы его просто транспортировать, а потом берем в руки и ловим. Следующая важная вещь – это леерная обвязка. Леер служит для того, чтобы таскать лодку за него, привязывать к лодке всякое разное, держаться за него. В общем, это универсальная держалка по периметру всей лодки. До самого носа она не на всех лодках доходит, до этого и не нужно. Здесь у меня установлен экспериментальный гамачок, несерийный, я в нем вожу самокат. Очень хорошая вещь. Самокат весит 25 килограммов, и если он ложится на днище, то он его проминает, и это нехорошо. А если он ложится на этот гамачок, то он висит в кокпите, не создавая каких-то углублений в днище. Установка клапанов. Если лодка делится пополам по миддльшпангоуту, ну, по центру лодки, то установка клапанов должна быть максимально перенесена в нос, как тут сделано, и в корму. Зачем это делается? Когда мы лодку сдуваем естественным методом, без откачки воздуха, то мы ее складываем пополам, после этого сворачиваем в рулончик. Если бы, например, клапаны стояли здесь, здесь, то при любой попытке свернуть лодку, воздух бы оставался или в одной половинке, или в другой. Воздух бы не выходил, получались бы пузыри, и, в общем, было бы все плохо. Но если мы начинаем плавно-плавно выдавливать воздух по ходу баллонов, он прекрасно выйдет в точке на носу. Если мы лодку делим на 4 отсека, то есть так, 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 то, конечно, естественным образом свернуть ее будет сложнее. Поэтому рекомендую использовать насос из функции откачки, но если такой насос не предусматривается, то установка клапанов должна быть тоже разнесенная, но с корма это передние, а клапаны центральных баллонов должны быть смещены к одной из сторон. Мне, например, нравится размещение клапанов на внешней стороне. Очень удобно надувать. Многие думают, что вот этой ниточкой мы там все кусты позадеваем. На самом деле, такого практически не происходит, и опасаться этого не стоит. Ну вот смотрите, если у вас какое-то повреждение в лодке, обычно это достаточно существенный разрыв, и вы никаким маленьким портативным насосом не восполните это давление. То есть, если вы получили на воде повреждение, то просто старайтесь как можно быстрее к берегу отплыть, и не пытаться накачать лодку прямо на воде. Кладете ее на воду, и она немножко обмякла, потому что вода холодная, давление в лодке упало, и лодка стала мягкой. В таком случае надо просто лодку на воду минутки на три кинуть, она охладится, а потом чуть-чуть ее на берег достать и подкачать. И вот тогда будет идеально. Теперь о выборе типа клапана. Мы обычно устанавливаем два типа клапана. Это лепестковый клапан и тарельчатый клапан Голубева. Какой же клапан выбрать? Если у вас сверхлегкая лодка, и легкость это самая главная ее характеристика для вас, то, конечно, нужно ставить лепестковый клапан. Он позволяет накачивать лодку с помощью сверхлегкого же мешка-насоса, очень эффективно выпускать из нее воздух из-за большого переходного сечения, а также весит всего 15 граммов, в то время как клапан Голубева весит 65 граммов. А если у вас стандартная байдарка или большой рыболовный покрафт, и вы его накачиваете с помощью какого-либо крупного насоса или электрической китайской турбинки, то можно смело ставить клапан Голубева. К достоинствам клапана Голубева относится его очень легкая заменяемость в случае повреждения. Достаточно взять специальный ключик, отвернуть старый клапан и вернуть новый. Лепестковый клапан заменить можно только в заводских условиях, так как он вваривается в лодку при ее изготовлении. Ручки на носу и корме тоже очень важны. За ручки очень удобно таскать лодку, особенно вдвоем. Расположение может быть как поперечным, так и продольным. Споры, как ставить ручку вдоль или поперек корпуса, это примерно как спорить, с какой стороны бить яйцо, с тупой или с острой. Обычно это обуславливается какими-то обводами лодки. Если легла хорошо ручка вдоль, ну, значит так ее и надо ставить. Держатель весла на резинке ставится, как говорится, под руку. Грибок-фиксатор должен всегда находиться за центральной линией баллона, за центральной касательной, то есть в сторону кокпита. Если он будет располагаться здесь, а тем более здесь, то он будет мешать гребле.